Всем добрый день. Я главный редактор газеты «Общественный прибой». Меня зовут Каруна Дарина. Собственно говоря, того издания, журналистов которого вчера, 13 июля, совершенно жестоким образом избили представителей муниципальной охраны городского Одесского совета. В общем-то, в тот момент, когда журналисты выполняли свою работу. Честно говоря, и «добрым днём» это достаточно сложно назвать. У меня даже немного и слов, в общем-то, не хватает. Я со вчерашнего дня нахожусь в таком состоянии, когда я думаю о том, где мы живём, в каком государстве мы вообще живём, и за что в 2014 году люди стояли на Майдане, и для чего была вся эта революция достоинства, о какой евроинтеграции вообще идёт речь, когда украинских журналистов просто избивают. Ну, в общем-то, как всё было, да? Собственно говоря, началось всё 12 июля. Что я имею в виду началось? Я сама лично присутствовала 12 июля, когда представители муниципальной охраны приехали, в общем-то, с попыткой снять эти столбики, 4 этих столбика, и возник конфликт между сотрудниками адвокатской компании и этими представителями муниципальной охраны. Но в тот день, в общем-то, всё закончилось, ну, как бы в рамках, почти в рамках закона. И на следующий день, 13 июля, я послала своих сотрудников взять интервью у представителей адвокатской компании, потому что я собиралась выпускать материал. У меня уже было отснято достаточно много, да, и с директором КП муниципальной охраны Евгением Мирошниченко. И, ну, то есть, в общем-то, эти события, которые 12 июля происходили. И мне нужно было ещё доснять определённые вещи, потому что там не хватало... Ну, короче говоря, это работы журналиста, да, и мы журналисты туда поехали. И что произошло, когда в момент взятия интервью у адвокатов подъехало 40 человек в гражданке, в одежде муниципальной охраны, и, в общем-то, началось просто избиение. То есть, просто я просмотрела массу видео, которые есть, и сотрудники мои оказались, в общем-то, в карете скорой помощи. То есть, эти видео вы можете видеть у меня в ленте, в ленте моего коллеги Константина Слободюнюка, который, в общем-то, тоже пострадал, газета «Нераскрытые преступления», страница, ну и так далее. Где абсолютно чётко видно, как моего журналиста Мирослава Бегчева, представители муниципальной охраны, хватая за горло, придушивают, да, скажем так, прижимают к машине и направляют газовый баллон ему в лицо и распыляют его. То есть, это прямое воздействие, прямая, в общем-то, угроза жизни. И это журналист. И они об этом знают, и им об этом говорят, и бейджи висят. То есть, я, в общем-то, совершенно не понимаю, а где закон, а, в общем-то, что происходит. То есть, какие-то представители власти просто избивают журналистов. Второго моего сотрудника, Виталия Ткаченко. Точно так же препятствование абсолютной работе, просто избиение ногами, выбивание камер какими-то людьми в гражданской одежде, которые тоже якобы муниципальная охрана. Я не знаю, кто были эти люди, в общем-то, какие-то, честно говоря, неизвестные мне. И у меня просто возникает масса вопросов. За что стояли люди на Майдане в 2014 году? Все кричат об евроинтеграции, все говорят о том, что мы европейское государство. Честно говоря, в европейских государствах за такие действия в отношении журналистов люди моментально садятся на скамью подсудимых. Они в тот же день задерживаются под стражу. То есть, я не знаю, режим, который вы свергали в 2014 году, одного свергли Януковича, второй стал. То есть, что происходит? Страна, где бьют журналистов, это не демократия, это не демократическое государство. Это просто, ну, просто тоталитаризм. И, честно говоря, когда все возмущались, да, когда Беркут бил своих граждан на Майдане, а здесь, в городе Одесса, уже вот представители власти бьют одесских местных журналистов. И вот это самое страшное. Собственно говоря, распыление баллончика в лицо, это не конец. Что произошло дальше? Мирослава скрутили и просто засунули в какой-то автомобиль представители муниципальной охраны, горсовета, и увезли его просто в неизвестном направлении. Просто вот с места событий его просто увезли. И никто не знал, куда. Уже потом оказалось, что они отвезли его в райотдел, по дороге в машине они его избивали. Это тоже вы можете увидеть на видео. В общем, итог этого всего. У него обожжение совершенно дыхательных путей, лица, глаз, побои, ну и так далее. То есть человека увезла скорая помощь. И это журналист. И они об этом знали. Вы знаете, я хочу сделать акцент. Не важно, столбики, не столбики, да вообще. То есть инцидент, суть, что снималось, вообще не имеет никакого значения. Хотя это смешно, да, за каких-то четыре столбика. Речь идет о том, что бьют журналистов во время исполнения их служебных обязанностей. Господа, это преступление, это беспредел. То есть если всех сейчас журналистов начнут бить у них на работе, я, честно говоря, вообще не знаю тогда, о чем речь. Кому вообще можно тогда обращаться людям, да, как вообще работать с журналистом, если уже даже представители власти по прямому приказу, получается, избивают их. Ну куда мы катимся? Второго журналиста просто бьют ногами. По голове, руками, в лицо, бьют камеры. Честно говоря, да, я возмущена. Я крайне возмущена. Наше издание никогда не было политическим совершенно, и все об этом прекрасно знают. Вы можете зайти на наши сайты, на наши каналы и увидеть. Мы абсолютно были аполитичны. Мы никогда не вступали ни в какие конфликты, скандалы с властью и так далее. Мы выполняли свою работу ежедневно. Так же, как другие журналисты каждый день в разных частях города освещали, что происходит. Да, нам хотелось... Журналист, он должен быть, в общем-то, абсолютно объективным. Мы старались брать по максимуму информацию с разных сторон. Не только плохое, что происходит в Одессе, и хорошее, потому что у нас прекрасный город Одесса. Он прекрасный, действительно. Но вот, честно говоря, сегодня мне очень сложно говорить об этом. Потому что, в общем-то, город делают люди, да, власть, события, которые происходят. А вот вчерашние события, они вот, честно говоря, они как черный крест. Вот знаете, просто черный крест. И не важно, еще раз повторюсь, столбики, парковка, не важно что. Что журналист имеет право на сбор информации в любом месте, совершенно в любое время, любым способом, который... То есть закон о журналистики существует. И вот, видите, даже достаточно сложно подбирать к этому слова, потому что, по-моему, все очевидно. Еще раз повторюсь, государство, в котором бьют журналистов при исполнении, это не демократическое государство. Это тоталитаризм.